Всем привет, с вами Стас Быков. Сегодня будут ответы на самые частые вопросы в теме создания сайтов. Я посмотрел все ваши комментарии под многими моими роликами и составил себе топ вопросов. Сегодня на них постараюсь ответить. Тайм-коды с вопросами будут в описании под этим роликом. Открывайте описание и можете кликнуть на интересующий вас вопрос. Начинаем! И первый вопрос. Часто спрашивают, зачем мне нужен свой сайт, если сейчас так развиты социальные сети. Я вам сразу же скажу, что сайт как никогда сейчас актуален. Когда вы создаете себе группу в социальной сети, например ВКонтакте, нет шансов, что ваша группа появится в поисковых системах Яндекс и Гугл. В то же время, когда вы создаете свой сайт, грамотно его оптимизируете, наполняете контентом, вы появляетесь в поиске Яндекса и Гугл. Далее мы смотрим статистику поисковых запросов через Яндекс и Гугл и увидим, что сотни тысяч людей каждый день задаются какими-либо вопросами. И вам просто нужно писать статьи на эти вопросы, отвечать на них и далее вы будете получать посетителей из поиска. Кроме того, ваш сайт это полноценно ваш ресурс. Вы можете делать, что захотите. Например, ВКонтакте вы не сможете поменять цвет, логотипы, цвет шапки или размер фотографий. А на сайте, в своем личном, вы полноправный хозяин. Что хотите, то и делайте. Поэтому я считаю, что сайты сейчас актуальны, как и 15, как и 20 лет назад. И задумайтесь о том, чтобы завести себе свой личный сайт. На данный момент я выделяю три способа, как новичок без знания программирования может создать себе сайт. И это реально, используя полезные инструменты и современные инструменты, которые сейчас есть в интернете. Первый способ, это самый простой, это установленные приложения на хостинге. То есть, все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на хостинге. Далее нажимаете «Установить сайт». Конечно, предварительно выбрав CMS-систему, далее мы тоже об этом поговорим. И все, сайт в течение трех минут у вас появляется уже на хостинге. Здесь все просто. Второй способ, это уже когда вы руками скачиваете CMS-систему, то есть, движок с официального сайта разработчика, ну, например, WordPress. Заходите на wordpress.org, скачиваете движок. Далее регистрируйтесь на хостинге. Об этом я уже много видеороликов записывал, и вы можете посмотреть по ссылке в описании. Вы просто загружаете этот движок на хостинг, и у вас появляется сайт. Ну и третий способ, это использовать уже готовые шаблоны. Я использую постоянно Bootstrap шаблоны, также в видеоуроках я показываю. Вы также эти файлы берете, скачиваете, далее меняете контент на свой, например, картинки, текст, добавляете там музыку, добавляете там видео, и загружаете на хостинг. Таким образом, у вас тоже появляется сайт. То есть, вот это три способа, которые не требуют знания программирования. Вам просто нужно понимать, куда кликнуть, куда нажать, и у вас уже появляется свой сайт. Поэтому задумайтесь над тем, чтобы сделать себе сайт, используя вот эти три простые способа. Сколько времени делать сайт самому? Знаете, здесь нет точного ответа, да, но я могу основываться на своей практике. Я вижу, как работают мои ученики. У меня есть отдельный видеокурс, который находится на этом канале. Там 8 видеоуроков. То есть, как создать сайт, как его настроить, какие плагины настроить, далее, какой дизайн выбрать, как сделать оптимизацию, как наполнить контентом. И вот эти 8 мини-видеоуроков по 15-20 минут можно посмотреть за неделю, и за неделю сделать себе сайт, который уже будет продвигаться в поисковых системах. Ну, вот так вот где-то за неделю можно сделать полностью готовый сайт, который уже готов принимать посетителей. Что такое домен, хостинг и CMS? Этот вопрос наиболее часто возникает у новичков, да, и я сразу же вам отвечу. Для того, чтобы создать сайт, необходимы три компонента. Опять же, домен, хостинг и CMS, то есть движок сайта или файлы сайта. Хостинг – это место, где ваш сайт находится в интернете. Ну, грубо говоря, это сервер, на котором будут находиться файлы вашего сайта. Домен – это доменное имя, то есть имя вашего сайта в интернете. Ну, пример, youtube.com или yandex.ru или stasbykov.ru – это мой персональный сайт. То есть, это доменное имя, это имя вашего сайта в интернете. Имя покупается на один год, то есть можно выбрать любую доменную зону, например, ru.com.org. Да, я, конечно, рекомендую, если вы хотите работать и продвигаться в Яндексе, ну, в том числе и в Google, то, конечно, используйте доменную зону ru. Например, stasbykov.ru, да. И так лучше получается продвигать сайт. Домен покупается на один год, если через год вы его не оплачиваете, то любой человек может его перекупить. То есть, снова его зарегистрировать уже на свои регистрационные данные. Поэтому будьте с этим аккуратны. Если домен у вас крутой и проект вообще продвигается, то не забывайте включать автопродление доменов. Ну и CMS-система – это движок сайта. Вообще, сайт состоит из многих-многих файлов сайта, скриптов, табличных стилей. И придумали такой движок, который называется CMS – Content Manager System – Система управления контентом. И далее, все, что вам нужно делать, вот как раз мы когда нажимаем «Установить приложение», то есть «Установить сайт», вот этот движок, он и устанавливается. Он генерирует страницы, он вообще способствует тому, чтобы вы могли управлять контентом сайта. Но есть способы, когда вы можете, например, отдельно создавать каждую страницу. То есть, у вас она будет не в динамике, а в статике. Это старый способ создания сайтов, но по такому принципу сейчас еще даже можно создавать лейнинг-пейджи. Опять же, я вот вначале сказал, что по Bootstrap-технологиям также можно создавать лейнинги. Это статичные страницы, где мы тоже размещаем информацию вручную. Таким образом, вот эти три компонента, они просто необходимы для того, чтобы ваш сайт функционировал в интернете. Какая CMS лучше? Здесь, конечно, нельзя однозначно сказать, что бери вот эту и эту, потому что все зависит от вашей задачи и необходимых требований. Конечно, есть популярный CMS, который подходит большинству проектов. Вот, например, если вы откроете ТОП-CMS-систем, но через Яндекс или Гугл, мы увидим, что есть там и WordPress. WordPress – это вообще уникальный движок. Раньше он создавался только для блогеров, для текстовых блогеров. Сейчас же через дополнение функционала, через плагины можно сделать из него интернет-магазин, можно сделать лейнинг-пэйдж. Поэтому я, конечно, рекомендую всем устанавливать на хостинг WordPress движок, потому что он наиболее функционален и удобен. То есть, новичок даже без знания программирования может менять там любую информацию и наращивать функционал. А так, конечно, есть топовые движки отдельно для интернет-магазина. Я вам рекомендую OpenCart рассмотреть. У меня тоже есть отдельно магазины, которые в мои проекты входят. Я их использую именно на движке OpenCart. Потому что изначально он создавался для продажи товаров, то есть как полноценный интернет-магазин. Но если у вас магазин небольшой, можно и на WordPress добавить плагин, который называется WooCommerce. И тогда у вас будет расширение из блога в интернет-магазин. Ну вот, пожалуй, наверное, вот эти самые топовые OpenCart и WordPress. Рассмотрите их. Они для новичков тоже подходят. Тем более они для новичков подходят, потому что там все сделано просто. И вы справитесь с этими движками даже без инструкций. Здесь, конечно, я всеми руками за то, чтобы вы сами сделали. Вот посмотрели видео уроки на YouTube или вот мою серию уроков 8 штук там. И сделали свой полноценный сайт, где вы будете хозяином. Вы понимаете, когда вы используете онлайн-конструкторы, здесь у вас ограничены возможности. Мало того, вы получаете еще и абонентскую плату каждый месяц. То есть вы каждый месяц будете платить за использование сервиса. Цену могут поменять, функционал могут урезать. И вы не можете сделать все, что хотите. На многих конструкторах, например, если вы хотите добавить счетчик Яндекса, то вам нужно перейти на более дорогой тариф. Опять же, это неудобно. А если вы пойдете по второму варианту, то есть приобрели хостинг, купили домен, далее загрузили CMS-систему или установили через установщик приложений, вы уже полноправный хозяин своего сайта. Что хотите, то и делайте. Поменяли цвет, поменяли размер фотографий, поменяли текст, разместили все, что хотите, загрузили видеоролики. И здесь вас уже никто не остановит. Поэтому я всеми руками за то, чтобы вы хотя бы выделили неделю, но сделали свой личный сайт и не переплачивали за услуги конструкторов, где тем более у вас урезанный функционал, и вы не можете реализовать все, что хотите. Что такое HTML, CSS и JavaScript? Это база, которую необходимо знать новичкам, если вы хотите начать программировать и вообще начать изучение создания сайтов. Конечно, можно этого и не знать и создавать себе сайты. Опять же, через установщик приложений или просто повторять то, что я делаю в видеоуроках. Но тем, кто интересуется и те, кто будет в этом разбираться, конечно, у вас будет преимущество. HTML – это язык разметки страницы. Любая страница на сайте состоит из каких-то символов, букв, слов, кода. И для того, чтобы это все грамотно разметить, в том числе дизайн, необходимо верстка через HTML. Далее мы сюда же подключаем таблицу стилей CSS. Там мы прописываем, какой размер у заголовков, у текста, какой цвет у шапки, у того же, например, фона сайта, у футера, то есть у подвала. То есть в таблице стилей мы как раз прописываем все данные, которые визуализируются уже на странице. И далее JavaScript – это язык программирования, на котором уже программисты пишут заранее подготовленные скрипты, и мы подключаем их к сайту. Например, вам нужен слайдер на сайте. И мы берем подготовленный скрипт, подключаем его к сайту, где уже заведомо прописано движение этого слайдера, как он будет меняться, размеры этого слайдера можно прописать в динамике. То есть это скрипты, которые уже заранее готовы, их можно найти в интернете. Конечно, можно писать самому, но это надо быть уже прошаренным программистом. То есть вот эти три компонента, они необходимы для того, чтобы ваш сайт функционировал, и они содержатся в CMS-движке. Зачем нужен сертификат безопасности SSL? На самом деле в наше время это уже необходимость, потому что все браузеры начали проверку этого сертификата. Если вы делаете сайт без сертификата безопасности, тогда слева вверху, там где домен прописан, сайт, на котором вы находитесь, там написано «не защищено». И в этом случае, конечно, доверия у посетителя будет меньше. Плюс поисковые системы Яндекс и Гугл, они также смотрят на сертификат безопасности. Если у сайта нет, то он опускает его в поисковой выдаче. Поэтому задумайтесь над тем, чтобы подключить сертификат безопасности к своему сайту. Вот у хостинга, с которым я работаю, это ВДС, на нем я как раз и делаю видеоуроки свои, там сертификат безопасности перезоставляется бесплатно. То есть вам даже не нужно переплачивать что-то, платить за него. Он просто настраивается одним кликом мыши и подключается к вашему движку. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, обязательно нужно подключить сертификат безопасности к своему сайту. Работает ли сейчас SEO? Знаете, есть сторонники, те, кто говорит, что не работает, есть те, кто работает. Я последние 20 лет могу точно сказать, что работает. SEO, поисковая выдача вообще в Яндексе и в Гугле, она будет всегда. Другое дело, что меняется алгоритм попадания туда, меняется работа, как, что нужно делать, чтобы попасть в поисковую выдачу. Но тем не менее, SEO всегда будет жить. И, например, если вы будете настраивать рекламу или покупать где-то баннеры, вы понимаете, какие бюджеты необходимы туда, и плюс оплата за клики или за показы. А здесь в SEO вы настраиваете грамотно сайт, продвигаете его через механики, о которых я могу рассказать в дальнейших своих видео. И сайт появляется в поиске, например, на 8-й позиции. И дальше вы не платите за переходы. Вы уже добились 8-й позиции, 6-й, 5-й. И посетители, когда находят вас в поисковой выдаче, переходят, хоть 1000 переходов будет за месяц, вы за это платить не будете. Вот когда у меня блог был на пике популярности в 2014 году, у меня было 6000 посетителей в сутки. Я за них не платил. Но тем самым я монетизировал свой блог, то есть разместил рекламные баннеры, которые мне приносили деньги. Но это, конечно, отдельная история. Суть в том, что SEO-продвижение, оно как работало, так и работает. Конечно, стало сложнее продвигаться, но если вы хотите в этом начать разбираться, то подписывайтесь на канал, мы об этом сделаем отдельные уже ролики. Реклама или SEO-продвижение? Здесь, конечно, однозначно сказать нельзя, потому что нужно отталкиваться от вашей задачи. Что вы продаете, как вы продаете, какие у вас там условия. И поэтому здесь конкретики не будет. Кому-то подойдет SEO-продвижение, кому-то подойдет контекстная реклама. Ну, например, смотрите, если вам нужны клиенты прямо сейчас, то вы просто идете в Яндекс.Директ, настраиваете там рекламную кампанию по ключевым запросам, и уже днем или к вечеру у вас будут клиенты. Потому что это быстро. То есть вы платите деньги и получаете переходы или просмотры. Но когда вы занимаетесь SEO-продвижением, вот здесь нужно быть готовым к тому, что оно может занять 3, 4, 6 месяцев. Потому что сразу же в топ-10, ну, это нереальное что-то. Или вам нужно будет очень много денег. Но не то, если я посмотрю на свою практику, да, там за месяц, но это нереально выйти в топовые позиции. Потому что поисковые алгоритмы, они все равно анализируют сайты. И так просто к кому попало, туда не попасть. Поэтому SEO это в долго срок. То есть вы, конечно, можете, если у вас бизнесом вы занимаетесь, оплатить рекламу и потихонечку заниматься SEO-продвижением. Потихонечку, месяц, два, три, четыре, пять, выходить все выше, 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 чтобы у вас позиции поднимались. Наполнять свой сайт полезным контентом, чтобы он был уникальный. Постепенно модернизировать сайт, потому что поисковые системы, они постоянно что-то изменяют у себя. И приходится делать доработки на сайте, чтобы сайт также функционировал. Поэтому здесь я вам рекомендую, конечно, использовать и контекстную рекламу, и таргетированную рекламу, и баннерную рекламу. То есть вся платная реклама. Здесь в зависимости от вашего бюджета и задач. Ну а потихонечку заниматься SEO-продвижением и грамотно вести свой сайт. Продающий сайт – это как, знаете, вот 20 лет назад, 15 лет назад создавали сайты, лишь бы была страница в интернете, чтобы по какому-нибудь домену вас находили. Но сейчас очень важно, чтобы вы делали продающие сайты. Чтобы, объясню этот термин, когда посетитель заходит на сайт, он должен интуитивно понять, что от него хотят. Если вы что-то продаете, то, конечно, должно быть описание этого товара. Далее необходима точка захвата, форма захвата. То есть посетили, нажимает, получить консультацию, или обратный звонок, или задать вопрос. Он нажимает, открывается форма для ввода, например, телефона, e-mail и имени. Он отправляет заявку, и ваш менеджер или вы сами уже перезваниваете. То есть точка захвата или форма захвата – это один из элементов продающего сайта. Далее, грамотно составить описание вашего товара, то есть подготовить такой внутренний лендинг – это тоже очень важно, это влияет. Например, вначале сделать баннер, то есть чтобы показать, о чем вы рассказываете. Далее написать преимущества. Потом необходимо сделать блок отзывов, блок комментариев, чтобы человек мог прямо на сайте что-то задать. Тоже необходимо в некоторых случаях. И, конечно же, форма захвата или возможность отправить свой телефон, чтобы ему перезвонили. Вот эти моменты, они необходимы, чтобы ваш сайт был продающим. Раньше форм захвата не было. Была просто страница, где был текст. Телефонов часто не было, просто была страница. Потом начали добавляться телефоны. Потом начали добавляться формы захвата. Потом начали виджеты появляться, которые говорят, нажми на кнопку, мы тебе перезвоним через 20 секунд. Сейчас есть уже различные триггеры, которые отслеживают посетителя на сайте. Например, от того же ВКонтакте установите, и вы будете собирать базу посетителей. И далее уже на них направлять рекламу. То есть кто к вам уже заходил на сайт, вы только на них можете настроить рекламную кампанию. Поэтому сейчас возможностей очень много, и фишек, которые применить необходимо на своем сайте, их также много. Обо всем об этом я рассказываю на своем канале. Поэтому если первый раз меня смотрите, то подписывайтесь на канал, и будем с вами общаться по теме создания сайтов. Очень скоро будет отдельный прямой эфир, где я отвечу на ваши вопросы, которые у вас еще дополнительно к этим вопросам появились. Поддержите канал, поддержите видео, поставьте лайк и задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. До новых встреч, скоро увидимся, пока, пока.